Добрый вечер! В эфире телеканала ЖТСУ. Время новостей. С вами Азаджи Маханов. За пять месяцев текущего года ВВП Казахстана снизился на 1,7%. Впадение обусловлено резким спадом деловой активности в мире и стране, вызванным пандемией. Ряд действенных мер правительства Казахстана и накопления в Национальном фонде позволили обеспечить уверенную динамику роста реального сектора экономики. Об этом стало известно в ходе заседания под председательством премьер-министра Аскара Мамина. Наблюдается рост социально-экономических показателей и в Алматинской области. Прирост более 5% отмечен в промышленности. Свыше 2% в сельском хозяйстве и более 3,5% в строительстве. Причем активная доля приходится на жилищные. С начала года уже сдано в эксплуатацию 354 тысячи квадратных метров жилья, рассказал глава края Амандык Батало в ходе селектора. Привлечено инвестиции на 168 миллиардов тенге, что больше на 6,3%, чем за аналогичный период прошлого года. Из 233 миллиардов тенге, выделенных государством, освоено уже 97%. До конца года планируется довести показатель до 100%. Поступление в государственный бюджет от Алматинской области составили 203 миллиарда тенге. В региональный – 107. Как показывает практика, такие результаты говорят о качестве проводимой работе, что позволяет обеспечить рост благосостояния и на долгосрочную перспективу. Вот этот темп надо держать. Единственное, по воду жилья, занимайтесь. И те плановые объекты, потом освоение. Это очень серьезная вещь. Действительно, все это зависит от такой планомерной, четкой, спланированной работы. Проектный офис ГТСУ Адалда Халана объединил государственных служащих и простых граждан в борьбе с коррупцией. С тем, чтобы граждане могли сообщать об этих и других фактах, создан специальный колл-центр с номером 1424, звонки на которые бесплатные. Однако, как показал проведенный соцопрос людей, знающих о данной линии мало. В связи с чем, представителями проектного офиса принято решение о проведении дополнительных акций по ознакомлению населения с этим каналом борьбы с коррупцией. Под названием «Будь добропорядочным». Сообщи о фактах коррупции на 1424. Теперь специальные наклейки появились на досках объявлений, в общественном транспорте и на автомобилях госслужащих. Проводят молодежные активисты и разъяснительную работу с населением, донося до сведения информацию о нововведениях в антикоррупционное законодательство. Кстати, сообщившего о факте коррупции, который имеет или найдет подтверждение, ждет вознаграждение в размере 10% от суммы взятки. На колл-центр агентства 1424 поступило множество звонков. Из них на сегодняшний день уже более 10 фактов нашли свои подтверждения. По ним были приняты соответственные меры. Расследовательные работы проводились и другого характера относительно категориям вопросов. На сегодняшний день мы проводим такие российские работы среди граждан, чтобы они могли знать, куда звонить, где консультацию можно взять, при случае, если в отношении них были правонарушения. Самый главный основной фактор здесь является каждому позвонившему человеку, нашему граждану из Казахстана, на этот колл-центр гарантируется стопроцентная анонимность. Япония, Китай, Россия. С каждым годом расширяется список стран-импортеров УТО, Лепсинск, УНМДЕРА. Из-за Лакольского района. На стадии заключения договора Арабские Эмираты. Завод по выпуску меда уверенно выходит на мировой рынок, конкурируя с крупными европейскими поставщиками. На сегодняшний день в копилке его достижений – звание золотого партнера, лучшего предприятия и лучшего товара Казахстана. ТО «Лепсинск, УНМДЕРА» занимается выпуском меда с 2016 года. За время его существования здесь полностью обновлено оборудование, автоматизировано и система розлива и упаковки готовой продукции. Благодаря уникальной системе обработки мед на 100% сохраняет свои вкусовые качества. Это подтверждает 15 параметров биохимических анализов. Для дольшего сохранения продукта используется современная упаковка, в том числе и липовые батманы российского производства. На сегодня казахстанские представительства предлагают жителям страны самый вкусный лепсинский мед. Планы большие, но на европейский рынок выйти. И по Казахстану тоже расширить ассортимент, еще хотим более шире представить. Часть сырья дает собственная пасека. Львиную долю качественного продукта поставляют местные пасечники. За год Лепсинск, УНМДЕРА выпускает более 100 тонн меда. На сегодняшний день насчитывается свыше 35 видов его упаковки. Для сладкоежек есть и новинки – органический компот и варенье. Из диких яблок, малины, земляники и боярышника. К слову, органический сахар для них поставляется из Украины. Я сам пчеловод в пятом поколении. И пчеловодством тоже занимаюсь на заводе. У нас есть пасека. Еще около 80 пчеловодов с нами по договору работают, с нашего региона. Гульмира Тимиргалиева, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ, Алакольский район. В Молдавии, как сообщают власти, за первую неделю июня было зарегистрировано рекордное количество выявленных вирусоносителей. Почти полторы тысячи новых случаев, на 300 больше, чем за неделю до этого. Тем не менее, решение ослабить карантинные меры было принято. К ранее открытым магазинам и рынкам присоединились торговые центры, а госслужащие вернулись на рабочие места. Под запретом остается посещение баров, кафе и ресторанов. Не проводятся массовые мероприятия. Закрыты и учебные заведения. Школьники, как предполагается, вернутся за парты только в сентябре. В Швейцарии вновь набирает обороты ночная жизнь. В стране очередной этап смягчения карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса. Возобновили работу клубы. Правда, социальную дистанцию на танцполе соблюдать невозможно. Но беззащитные маски в заведение точно не пустят. Перед входом администрация записывает личные данные всех клиентов. Швейцарские любители классической музыки тоже спешат воспользоваться свободой, которая стала еще чуть больше. В честь открытия концертных залов в стране Женевский камерный оркестр играл Петховена и Григо. Кроме того, в Швейцарии заработали театры и кинотеатры. Отныне здесь разрешены частные и публичные мероприятия с участием не более 300 человек. В России возбуждено уголовное дело в отношении заслуженного артиста страны Михаила Ефремова, влетевшего на своем автомобиле в легковушку в Москве. ДТП произошло на Смоленской площади. Актер выехал на встречную полосу движения и тем самым произошло лобовое столкновение. Второй участник аварии с травмами различной степени тяжести был доставлен в лечебное учреждение. Ефремову может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. По результатам медицинского освидетельствования было доказано наличие алкоголя в крови артиста. Это вся информация. К этому часу встретимся в 21.30. Субтитры создавал DimaTorzok